Всем привет, дорогие мои зрители! Вы знаете, сегодня как-то, посмотрев видео у Самвела на канале, мне даже как-то стало грустно, вот не по себе. Факт остаётся фактом, здоровье у шупечки всё-таки убывает, человек угасает, и это очень заметно, и я это вижу на своём экране. Бабу Таню очень тревожит тема денюшек, ребята. Дурне-дурне, розуму немае, ну а что касается грошиків, тут очень много мыслей рояться в её голове. Самвелка, выключи, выключи, оце я тебе спитать хотела, самвелка, оце у тебе грошики есть? Яки грошики, мама, каже, севка, тебе что, деньги надо? Не, ну спитать хотела, ну, грошики вот такие, як открываешь чемодан, а там так багато грошей в пачках. Є в тебе такие грошики? Він каже, ну да, є. Під кроватью, каже, мешками храню. Миллион. Для чего ты кажешь? Зачем це, чтобы пришли тебе так гекнули? Ну да, каже, и два миллиона стоять, и три миллиона. Каже, мам, ти шо не понимаешь юмора? Зрители всё понимают. А в людей є такі гроші, каже, миллиард. Да, а в нас нема. Нікому не розказуй, нічого не кажи. Девочки, думаю, боже мой, здоров'я у человека нету. Он показал в последнем видео, ноги синие, там такая диабетическая стопа. Очень ситуация, знаете, как по тонкому льду. Вот на грани. Человек прям ходит по лезвию ножа, и это их не волнует. Баба-таня абсолютно не заморачивается, в ту сторону не смотрит. Расчесаться? Да ради бога. Тратить свою энергию на якісь там расчесочки. Тут вона, девочки, вообще мозг отключает. Ну, а це гроші. Дуже бентежить їй ця тема. Під кроватью, в пачках. Ты хранишь гроші? Чи може в тебе вони на карточки? От скажи мені. От думається, да. Зачем оно тебе надо? Ну, ты старый человек. У тебя всё есть. Тебя самвел всем снабжает. Жрачка, лекарства есть. Всё. Тебе больше ничего в этой жизни уже не надо. Зачем ты устраиваешь этот допрос на карточки? Чи в пачках ти гроші? Чи в чумодане під кроватью виних хранить? Ребят, это такие вопросы задавала я себе сначала, когда только посмотрела вот начало видео у самвелла. Но потом до меня дошло. Что именно хотела сказать баба Таня? И почему она прицепилась к севке с такими расспросами? Выключи. Выключи. Я тебе хочу что-то спросить. Самвел даже название такое написал, что мама сильно бизнесом интересуется. Не, Сявка. Мама твоя не интересуется бизнесом. Мама твоя хочет понять, насколько ты придурок. В какой степени ты чокнутый на всю свою бошку? Я почитала комментарии зрителей, и так бывает нечасто, ребята, когда у меня абсолютно противоположное мнение. Все там пишут. Ой, баба Таня, суне свого носа, куда и не надо. Вона ревнует до Коли, что самвел тратит гроши на Колю. А это его жена, цей Коля. От и нехай тратит. Что ж ты, баба Таня, пишут зрители, до Ирочки, до доцы своей не лезешь. И не задаешь вопрос, куда вона тратит гроши. Чи на гену, чи на свои нужды. Бо ты не маешь там права. А тут ты хочешь командовать. Ребята, как говорится, все за. Ну, а баба, яга против. Это я про себя сейчас. И объясню вам почему. В общем, я сейчас абсолютно, вот полностью, на миллиард процентов на стороне шубочки. Потому что я тоже мама. У меня тоже есть сын. И я никогда не буду сравнивать, когда есть семья, жена, дети. Это семья. И до семьи разваливаются и разбегаются люди. Кто такой Коля? Ну, вы стебетесь все время, юморите, подкалываете, что Коля жена сявки. Ребята, это халявщик, приживала присоска, который просто доит чувака. И все. Никаких гарантий, что Коля будет доглядать до смерти того сявку, немае. С какого перепуга вообще, вот, я думаю, так бы мой сын на чужого абсолютно человека тратил такие суммы денег. Окей, друг, ладно. Окей, сожитель, ладно. Окей, любовник, ладно. Назовите, как хотите. Не суть, это не важно. Только этот сожитель, любовник, друг, он должен сам, как мужик, тоже себя обеспечивать. Но нет, Кокочка, выбрав цельно удобную позицию, на этом я останавливаться не буду, вы тысячу раз обговаривали эту тему, но я про бабу Таню. И мне кажется, девочки, что бабе Тане кто-то надул в уши, или какой-то был телефонный звонок, или кто-то из знакомых, или кто-то из зрителей. Но бабе Тане открыли глаза, еще раз рассказали про Севкины траты, огромнейшие, насытников на всех, включая Кокочку. А баба Тане, я вам хочу сказать, так же, как и Самвел. Они хипишные, они скандальные, они вот такие вот базарные хабалки, это да. Но они настолько ведомые люди, они просто ведомые оба. И бабу Таню очень легко развести, на рассказать ей, на уши навесить все, что угодно, даже если это правдивая информация. О, то диво, она начинает задумываться. Конечно же, конечно, ее будет бесить эта ситуация с деньгами сына, не потому, что она хочет все деньги себе загробастать. Ну, это я так понимаю. А потому что, ребята, ну чего гроши сына, могоридного, моей дитини должны идти на каких-то халявщиков, присосок, как бы только один Кокочка. А там же мамка с папкой все кодлоше притягнули сюда, в Днепро, и повесили петлей на шею цьому стябки. А вона ридная мама, хай сама херова, хай сама ужасна. Ну, за гроши кто переживает, народ? Ну, а как же? Так я бы тоже переживала. И не потому, что мне нужны деньги моего сына. Какого хрена ты зарабатываешь и все отдаешь? Просто отдаешь. Ребята, вы знаете, как это называется? Ну, ты лох. Шубочка его когда-то так называла. Ну, ты просто дурачок, форменный дурачок. Вот и все. Иванушка дурачок. И баба Таня начинает развивать эту тему. Выключи камеру, выключи. Я хочу поговорить с тобой, выключи. Конечно же, этот предатель, а так оно и есть. Может быть, мать что-то хотела с тобой посекретничать. Обязательно все выставлять, и зрители должны все слышать. Ты опять, сявка, сдаешь свою мать с потрохами. Ты нигде ее не уберег от вот этих сплетен, от того, что хает твою мать. Ты знаешь, что будут оскорблять, обзывать, гадости писать. Но ты же ее не бережешь, тебе же ее не жалко. Контентик. А, Самвел? Это самое главное в твоей жизни. И так мы все слышим. И мать говорит, вот, допустим, говорит Самвелка. Два человека организовывают бизнес. Вклалися деньгами. От Коля каже, браво, молодец. Все оформил на себе. И закупляет, и торгует. Ой, який Коля молодец. Каже, только твою долю. Когда он тебе отдаст? Всем, как же я ку долю. Там все мои гроши. Там Коляных денег нет, ребята. Там все куплено на деньги Самвела. Не то же самое я вам говорила. Везде, где не коснитесь, любой отрасли, любой ситуации, где происходит любая покупка, не важно чего, ну, какие-то огромные вложения, где требуются. Это только материальное средство Самвела. Баба Таня каже, ааа, каже, так-так и я можу бизнес открывать. Давай имени, каже, миллионы. Любый дурак так може открыть. Так правильного накажи. Так правильного накажи. И я не понимаю здесь зрителей, и не разделяю вашу точку зрения, что баба Таня суне своего носа. Моя мама точно так же можно сказать суне своего носа, когда она задавала мне какие-то вопросы. Это не суне носа. Это человек просто переживает за то, чтобы ты дураком не был. Ну, да чего ж на твоем горбу каждое говно будет въезжать в рай. Ребята, ну напишите мне, вот честно, положи руку на сердце, ну неужели она не права в этом плане? Каже, як я его спитала про квартиры? Про кокочку сытника зараз, скажи, шупечка. Помните, котлован и коки, сам велка, купив квартирку вниз, там, часть денег, двухкомнатну, с гаражом, с кладовкой, паркоместа, ну и мамке заодно, чтобы ее как-то взбодрить, помните, она тогда была после коронавируса, после больницы, взрастить в ней это желание жить, бороться за эту жизнь, как-то поднять ей настроение, и сам вел решил, мама, давай я и тебе куплю квартиру, вот она вас строит, будем делать ремонт, и там все, и магазины рядом, и ты будешь жить, сама королева. Ну, в общем, баба Таня, держа руку на пульсі, и кокочки задавала вопроси, где ж ты, Коля, гроши взял на велику квартиру? Коля ответил бабе Тані, я ж, Тетяна Васильевна, работаю, и не швирляю гроши так, как сам вел, а все на кучку складаю. Ихряба каже, так ось вона, ця кучка, сидите все в кресле перед нами. Ну, слава тебе, Господи, баба Таня, и вы прозрели. Знаете, девочки, я сейчас так подумала, вы часто об этом пишете, от погано, что Шупичка не дивится мой канал, понимаете? Вона так много новостей узнала, и про Сяку, и про Коку, и про Святульку с Андрюлькою, за всех, интересно, шоб она бедна жінка робила, честное слово. Мене даже жалко с якогось боку. Так оно так и есть. Кучка осё сидит в кресле, яка башляет ці гроши направо и налево, та як быш на себе, девочки. Эта ради Бога, пожалуйста, имееш право твоя жизнь, твоі деньги. Так ти ж всі зароблені гроші отдаешь цьому тунеянцу. Баба Таня каже, ну позичить, ладно, але ж надо отдавать. С карточкой, каже, твоей по Турции ездил. Якою карточкою возмущаються сам Вел? У него своя карточка. Ну тут і знову піддержу я цю бабу Таню і скажу, не бреши. Ми всі видели і слышали, когда кокачка на кассе рассчитывал сосявка твоей карточкой, у тебя пікал телефон в кармані. Ти ещё ржал тогда, хихикал, а ну да, зрители тебе тодіше ловили на горячому, що він рассчитывается твоєю карточкою везде, куди не ткни пальцем, девочки. Баба Таня каже, чи тобі поробляно щось? Чи, що з тобою таке робиться, сам Вел? В нашій сім'ї таких дурачків немає. А че, баба Таня, ти не задумуєшся, а може і поробляно? Ви, ребята, вспомните, сейчас к зрителям обращаюсь, когда Коленька Ситник, худенький, молоденький, розовощокий поросёнок, приїхав первый раз в Днепр знакомиться с Амбелкой в гостинице з білим пухнастым котиком і грушечкой. Валі ти всі? Так вот, ещё тогда, ребят, как он был одет, этот Кокочка? Вспоминайте, как он выглядел? Вспоминайте? І тогда я помню, що Кокочка начинал свою бурну діяльність в Ютубі з карт Таро, гаданье, якісь там на камішках маніпуляція, я даже не знаю, як це називається, девочки, що він там робив, ворожив, приворажував, Бог його святий знає, я очень даліка від цієї теми. Ну, тему карт Таро і що в нього є способності якісь, Коля роздувал очень широко і по полной программе тогда. Ну, був такий бідненький, в самих дешевеньких кросовочках по три єврика із кайшота, футболочка, ну, така руб-відро. І подивіться, зараз на Кокочку, весь в брендах. І ще раз хочу, Сявка, тобі задати випрос. А що ти два рази прорекламірував хуюді свої, а носить ви не носите їх на постійній основі? А що так? Качество не устраює? Чи що случилося? Все, в найках ходиш, і Коку я щось не замічала з котами на спині. Так? А може баба Таня і при ворожі? А ще Свєточка Ситнік теж великий знаток в ворожбінні і в магії. Я припоминаю її в прихожій у себе в домі на Ігрені, як вона на когось ругалась, дівчинки, не помню на кого, і казала, підожди, підожди, будеш ти в мене чухатися там, де не свербіло, ось підожди. Комусь угрожала і розказувала, що вони вмісті з Колюй щось на тих картах Таро роблять. А може ще якісь атрибути там у них і є, дівчатка. Не знаю. Але полюбляють оці угошники десь кудись углубиться в якусь магію. Так що, а чим чорт не шуткує? Може чимсь напоїли, може приворожили. Хоча це звучить, звичайно, дівчатки, дуже смішно. Але наблюдає за сямкою, я як-то, буває, лишній раз і склоняюсь к цій темі. Думаю, що з чоловіком не так? Ну, вот правда, вроде би з головою своєю не дружить. Паска наносить, дівчатки. Сидить Санвел, читає коментарії мамки. І зрітілі по повне програмі, чи хвостять Маринку, що нагла, бісовісна, чого це вона зібралася до Іри їхати в Запорож'я на Паску, що її туди ніхто не приглашав. А от Надя куди поїде? Сівка каже, а чого, я думаю, може Надя і приїхати на Паску, а чого? Нехай їде отуде го, сказала Шупічка з злостю, імеє віду ситника в на Ігрені. Ні, до нас не треба, як приїде, нехай туди їде. Сівка каже, а може вона і поїде на Ігрені? Вона там буває, Андрій її снімає, теж в Ютубі викладає. Ребята, морду лица Шупічки і її вираження «мордяки» Нужно вам посмотреть своими глазами, тому що я при всіх, при всіх своїх емоціях, я вам не передам этот полний спектр, который можна було лицезрити на своїх екранах. «Надмінність, насмішка» «Ха, ну правильно, хай тебе бросає!» Думаю, це як? Як чемодан без ручки? «Хай тебе бросає! Хай йде до ситників!» «Конечно!» Сівка каже, ти шо, мам, взагалі вже? Ну як це бросає, каже, яке вона має до мене відношення? «Што це, ребята, як нерєвність?» Шупа собі вже визомніла, що це їхня прислуга. «Надька» – це їхня собственность, як шкаф з антрісолью. «Шо хочу, то я з нею буду робити. І об'язана прислуживати ке мене!» «И не яким більші сетникам!» Шепчо нехватало. «Надька, це моя шестерка!» Шупа рассуждает тільки так, девочки. Я вже багато разів говорила, делилась з вами своєм мненням, що отя Хиряма, ребята, себе такую корону на голову одела. Як она относиться к людям і кем она себя возомнила, це сложно даже представити. Очень багато зрителей написали, «Господи, то отвези ты її к врачу! Та сделай шо-то! Шо ти к ней пристал? Мама, ти без енергії! Ти якась хвола, мама! Мама, ти якась безжизнена!» Якава буде на 77-му году жизни? Ну якава! Болячок куча, цілий букет. Шо ти хочеш від неї? Якщо хочеш, щоб вона себе краще чувствувала, отвези к врачу, к этому ендокринологу. Та не в санаторії сявка її треба ложити, а в больницу, якщо капатися. В санаторії хто і буде капати? В больницу, в відділіні, під жорсткий контроль. А потім... Я вже два року тіл течу. Тут обожди доходи добилої. Контроль. Сидить, прочитає. Шось ти, мамка, так возьмись за мать, якщо це ти на самом деле за нього переживаєш, інтересами. Милое дело. І, конечно же, ребята, ви прави, коли ви говорите, Анжел, а шо ж ви їм тоді буде снимати? Вот здесь я с вами согласна. Вот здесь ви попадаєте прямо в яблочко. Ему просто невыгодно, щоб мать була абсолютно здорова. Нужно же їй вот эту вот шизанутость, притрушеність, треба ж всім показати. Треба, щоб жешлюди понервничали, попсихували, выплеснули своє говно в комментариях. Як кожені з нас це робить, тому що на цей треш спокійно смотреть нельзя. Конечно, ми об цьому будемо говорити. Говоримо о тому, що він сам собственноручно нам показує. Ребят, но виводи только одні я делаю. Ему це вигодно. Поэтому ми с вами і лицезреєм. Вот це все, що відбувається на планеті. До скорих встреч, дорогі мої. І ввстрічаємося в комментарі. Пока!